Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя». Если у вас поход по магазинам ассоциируется с пыткой и безумной тратой времени, то, скорее всего, вы мужчина. Как одеться модно, недорого и при этом потратить всего час? Мы расскажем. Начинаем эксперимент. Ему по статусу положено выглядеть стильно, модно, молодежно. Герой нашей программы очень тщательно относится к выбору гардероба. Работа обязывает. Он трудится в сфере масс-медиа. Мы предложили стилисту подобрать образы телеведущему программу про высокие технологии. Посмотрим, легко ли работать с сотрудниками телепроизводства. Предлагаю взять яркие джинсы, например, кораллового цвета. Попробуем? Да, конечно, попробуем. Дополним их каким-нибудь интересным верхом. Перед стилистом стоит задача сделать три образа для студии, отдыха и прогулок. Герой программы Даниле в конце вынеси вердикт. Думаю, можно вот такой вариант посмотреть. Средняя, ни крупная, ни мелкая клетка. Почему бы нет? Для того, чтобы это не была просто рубашка. Думаю, вниз мы наденем белую футболку. Базовое, но интересное сочетание. Целых два сезона стиль милитари был одним из самых популярных и в женских, и в мужских коллекциях. Но дамы наигрались в войнушку быстрее. Летом 2014-го вещи с камуфляжным принтом надевают мужчины. Цветочные узоры встречались практически у всех дизайнеров одежды в этом сезоне. Пышное цветение лютиков, цветочков подойдет далеко не всем. И не всем оно надо. Не стоит перегружать образ какими-то лишними деталями. Если говорить про мужскую моду, то я вообще не ее приверженность, потому что я считаю, что это пошловато. Я считаю, что мужчина должна выглядеть лаконично, опрятно и стильно. Но ни в коем случае не модно. Потому что если говорить о модных тенденциях, то это какие-то цветы, перфорации, розовый цвет, причем тотально розовый. Какие-то убойные просто принты. Белый костюм, брюки или футболка обязательно должны присутствовать в летнем гардеробе современного мужчины. Потому что это стильно и аристократично. Стилист предлагает Даниле весьма свободный образ. Но если работа окажется превыше отдыха, комплект вполне подойдет для прогулок по Самарской набережной. Данил, я выбрала достаточно расслабленный лук. Мне кажется, подходящий для курорта. Несмотря на то, что шорты сдержанные, они свободного, легкого, небесного цвета. И я разбавила их легкой, невесомой рубашкой из бумажной ткани. Такая рубашка на пуговицах – бестселлер этого сезона. Вещь просто обязана быть в гардеробе каждого мужчины. Этим летом цвета снега должно быть как можно больше. Подстать ему даже осветленная джинсовка. Без нее тоже никуда. Джинсовые куртки, кстати, переходят и на осень. Самая пора померить укороченные брюки или, как их называют, чиносы. Можно еще проще выйти из ситуации и закатать свои брюки. Получится куда не хуже. Только вот не стоит стараться закатывать классические модели. Такой рецепт подходит только для стиля casual. Здесь я создала спортивный городской образ. Взяла простые джинсы, но нетривиального цвета, лососевого. Дополнила морской тематикой футболкой. И сверху, если вдруг станет прохладно, наденем джемпер. Если вам все так же дурно становится от мысли типа магазином, стилисты советуют появляться там редко, но метко. Подберите действительно нужные вещи, которые потом будут просто сочетаться друг с другом. А если хватит фантазии, разоритесь на аксессуары. Не помешает кожаный браслет, шарф и солнечные очки. Не стоит перегружать образ какими-то лишними деталями. Брать, наверное, базовые вещи и добавлять какие-то акцентные решения. И все. Думаю, этого будет достаточно. Джинсы, майки, шорты классические, брюки классические, джемпера. Данила остается доволен работой с профессионалом, но на покупку пока не решается. Объясняет, что ему, как мужчине, все-таки сложно одеваться на глазах у всех. Это процесс личный и творческий, но как ни стараешься стилиста не переплюнуть. Я бы купил себе такие же штаны цвета лосося или семги, без проблем, но вряд ли бы я к ним подобрал ту майку. Я бы носил вот эту же, например, с теми штанами. Факт. Наши советы помогут с умом организовать гардероб, чтобы вам было приятно, а любимому человеку не стыдно. Одевайтесь с удовольствием и не забывайте смотреть программу «Азбука потребителя». До встречи!